здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина ну что посидим поговорим поболтаем поговорим поболтаем повяжем тоже совсем немножко у меня есть готовая работа помните в прошлом ролике я вам показывала недовязанную варежку я естественно ее связала и связала пару к ней так что встречайте варежки простые деревенька и конечно же варежки буду называть пастораль раз уж у меня есть носочки пасторальки как же без варежончик то вся та же пряжа деревенька ну а как уже еще пряжу можно себе вразумить если есть носки носки уже так если бан завязан как сказать об античный носочки уже об античной и в пару к ним я связала варежки я думаю вам надоел еще маленечко осталось а вы говорите вяжите танюш вяжите но у меня осталось значит а совсем немножко неполный моточек в общем то если что на скитах много одного мотка деревеньки то что говорить о варежках варежки тем более отснять уже не успела день к закату но ничего обязательно отсниму тоже абантию надо же сначала померить надо же померить сначала правильно в общем 2 готов к работу мне прошу не ролик то готовы работы ваш к левая ваш к право кабы не было ля ля деревеньки это в общем ну прелесть наверно чувачки свяжу потому что моток то у меня остался и совсем немножко вот этой вот серенькой даже не знаю что это за пряжа тоже шерсть предположительно селена может шапчен каков разуме ну вы знаете просто вот мне если иногда себя заставляешь вязать варежки на скину парное все то сейчас играючи играючи обычно палец надо еще вязать как я варежки вижу у меня есть отдельный ролик но естественно от размера спиц и пряжи зависит количество петель я набирала если вы вяжете колодцем то 8 петель на одну спицу и того 32 вязала резинку резинка простая 2 на 2 здесь 2 на 1 резинка на посимпатичнее смотрится я просто забыла что так я вспоминаю как мне пишите по благороди да поинтереснее ну кому как кто-то говорит что вы это резинки нашли 21 а мне зритель написал я и это самое рада потом потом когда резиночка связана при переходе на основное полотно я прибавляюсь у вас вы вяжете колодцем на четырех спицах то на каждой спице по одной получается 9 петель на каждой спице и иду жаккард у меня опять супер-пупер во ржали моим жаккардом прошлом раз для ленивых гортань существует ли не выжака как будто его вязать не надо его что уж там надо перебирать но у меня свой ленивый жака боялась что будут великоваты варежки в общем здесь ряд прибавки когда с резинки перехожу на просто варежку ряд прибавки я его все равно ряд считаю и плюс два просто рядочка ряд темненький 2 рядочка светленьких один ряд темно-светлый 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 меняем один ряд темный опять меняем темно-светлый темно-светлый если мы применяем петелька над петелькой такой рисуночек если мы сместим то получится немножечко другие совершенно зубчики вы смотрите я чайник жаккарда я маленько рублю вот потом опять два светленьких тёмник и так все повторяется. Я хотела, может быть, мысок, варежек мысок, у меня писали тоже, да, как носок, носков, носок, носков, побольше, но вот уже всё, надо было, после этой тёмника я всего два рядочка связала, тут два рядочка, тут два рядочка, в принципе, гармонично, и стала закрывать. И у меня прям всё в аккурат. Если связать мысочек побольше, прям вот просится он, может быть, побольше, а я никаких, вы знаете, мне просто нужны деревенские варежки, и всё. Вот, побольше. Тогда их надо я постирала в простой водичке, а надо их постирать, может быть, в водичке по горячее. Вот. На пальце я оставляла 6 петелек, и само собой, я уже говорю в том ролике, где я варежки вяжу, что 6 петелек здесь, 6 петелек мы набираем, естественно, здесь, но ещё я на каждой спице с обеих сторон по две. То есть получается 8 и 8 петелек гоню на палец. Примерочка, идём примерочкой. Довольна? Я очень-очень довольна. Принимал? Мне написали, Таня, как вы разговариваете? А с высшим образованием? Я написала там в Инстаграм, что нончи, там вот такие слова я, значит, употребляю. Ой, я говорю, с высшим образованием, как разговариваете? В общем, для кого важно моё высшее образование? Принимаем, мои варежки. Девчонки, принимал, поднимал, опускал. Кто хочет пошалить, принимал. Вот, я довольна, я довольна. Мне бы ещё отфотографировать. И просто вот, ну... В общем, мне очень-очень нравится. Так, я что-то как это, как петух спела, да? Последние строчки. Надо сюда что-то положить, чтобы такая прям зимняя лепота. Теперь мы отпускаем всех, кто за счёт... А нет, нет, подождите, я же ещё про кардиган буду рассказывать. Не уходите. Не уходи, побудь со мною. Как рыбка лежит. Вот здесь вот глазик сделать, и рыбка будет. Я же вообще хотела свой ролик начать с ёлочки. Ёлочка. Помните, я вам в прошлом ролике говорила, что маленькую ёлочку пила и большую. Маленькую я расчехлила прям при вас. И она у меня живёт, значит, в коридоре. Она живёт в коридоре, маленькая ёлочка. И так, ну, вот, знаете, заходишь, и натюрморт он такой, композиция. Композиция я не у меня такая прям вот, но чтобы всё было красиво. И в этот раз оставлю ёлку здесь. Так-то она обычно стоит в комнате. Большущая, которая не двигается. А это, ну, всё-таки новогодний страйник. Мне для того, чтобы, как бы сказать, нюансы были, ещё кое-что нужно подкупить. Вот, беленьких пятнышек у меня маловато. Но так как я её буду туда-сюда, съёмки, я её буду задвигать, когда там на кухне идти кушке, я её буду задвигать. Очень бедная ёлочка, с ней что-то всё посыпется. Ну, пусть, опыт. Пусть такой опыт. Я сама собирала, никого не допустила. Собирала, сама им так понравилось. Прям один этаж, второй этаж, третий этаж. Ой, вообще красота, красота. Вот, ну, в общем, ёлочка. Вполне-вполне. Теперь в дверном проёме она будет нас радовать. Новогодние праздники. Вы мне писали, человек десять, наверное, что, значит, не собирались ставить ёлку. Внуки увидели, значит, прям мой ролик. И дедушки, папы дружно пошли. Кто в гараж, кто в сарай, куда только не писали за ёлочками. Правильно, ещё что выдумали. Ёлку не наряжать. Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит. Значит, будем себе создавать праздничное настроение. Так как у меня больше ничего не связано, ничего не продвинуто, я решила обратиться к вашим комментариям. И вы уже ни раз, ни два просите меня показать кардиган. Когда же мы его увидим, кардиган на вас станем. Я написала, что, значит, пока ещё он не постиран, всё. Я его постирала. Он так быстро высох. Тут я стала, значит, отнекиваться, что пуговицы нет и так далее. Он мне говорит, а вы эти, с маркерами. Я говорю, серьёзно думаете, что там можно с маркером показать? И единственное, я не буду их расстёгивать. Тогда, значит, никак, у меня же кардиган в платье. Ну, и кардиган может быть застёгнутый. Как сейчас... Сейчас я приду, сейчас всё расскажу. Итак, значит, я тут недавно, это я новеньким-новеньким, связала вещь, платье-кардиган из Твида. Назвали мы её «Южная ночь». Сегодня даже было кому снимать меня, но у нас снежок порхает. И я не знаю, в чём день проходит. Сейчас, наверное, у всех вот так вот всё. И пока туда снег разошёлся, уже темнёненько стало. Но я понимаю ваше желание посмотреть кардиган на мне. Сколько ушло? Говорю, я не знаю, в граммах я не вешала. Говорю, Таня, хоть бобину покажите. Какая бобина была? Ко мне уже привыкли, хоть бобину покажите. Ну, в смысле, остаток. Стыдно. Ну, ведь вот укажу свои недостатки. Вот такая я. Значит, какая бобина была, вы видели в начале ролика. Какая бобина осталась. Здесь ещё можно столь красоты. Толь красоты, наверное. Ой, вообще. Вот вы видите сейчас. Я переживала, боялась, что... Мне кажется, даже образец. Я не помню, подсел он или не подсел. Не помню. Но кардиган пока не подсел от слова совсем. Даже, может, где-то сантиметра на полтора вытянулись рукавочки. Где-то, может быть, сантиметра на три вытянулась длина. Я прямо даже хотела на ваш комментарий сказать, давайте ждать. Вы мне сказали, что усохнет, усохнет кардиган. Будем ждать, когда усохнет. Думаю, сейчас накаркаю. Нет уж. В общем, если он будет усыхать, меня это будет совершенно не волновать. Да, возможно, длину бы я сделала поменьше. Но меня и такая длина устраивает, и та, которую я вот хотела. В общем, длину я сделала... Я даже не заметила телефон. Сейчас разберёмся. В общем, длину я сделала с запасом. А она сама себе... Ну, не она, стирка сделала запас ещё чуть-чуть. И всё замечательно. Меня не раз... Я же люблю длинные вещи. Я же люблю длинные вещи. И меня теперь, как я уже сказала, усыхание ну, совершенно не пугает. Девчата, я раз уж такое не терпёшь, да, я, конечно, покажу. Сразу говорю, в роли застёжек будут выступать маркеры. Мне сейчас их убирать не хочется, потому что я уже готова к тому, чтобы пришить пуговицы. Ну, не видно ведь крапушки. Может, свет включить? Не спасает ситуацию. Свет вот так близко поднесу. Ну, начинала-то я свой кардиган... О! Вот он. Вот он во всей своей красе. Начинала-то я кардиган, когда было лето, и фотографии, ну... Может, там солнце светило. Ну, когда-никогда-то я сниму на улицу. Ну, вот сейчас прям поймался в кадр. Прелесть. Ну, в общем, звёздная ночь. Твит брала в магазине итальянской пряжи в Перми. Давно довольно-таки. Я не знаю, есть он сейчас или нет, но Наташа может проконсультировать. Мне очень нравится, как Наташа консультирует. Я почему прям душой перекипела к этому магазину. Наташа проконсультирует, какой ещё твит есть. Вот. Поэтому... Не могу сказать, как и что. Так, я сказала про пуговицы. Если я сейчас их уберу, то потом... Я так хорошо соединила. Вот он в горизонтальном положении у меня сок. И я прям вот, ну, уголочек к уголочку, низ к низочку. Всё, чтобы вот внизу-то было, понимаете. И я, конечно, хотела сейчас убрать маркеры и в таком кардиганистном виде сфотографироваться. То есть белое... Как я люблю? Белая футболка, джинсы, белая обувь. Ну, коли уж он прям готов пришить и пуговицы, я пришью, уберу маркер, пришью, там ещё уберу маркер. Нет, пуговицы будут не столько, сколько маркеров. Просто они сейчас очень хорошо держат планку. Так держат, как планки быть. Вещью я довольна. То есть давайте кардиган мы представим. Да, ну уж сколько раз вы меня видели в белой футболке, да в белой обуви на распашку. Да и я ещё и сфотографируюсь. Весна придёт, я уверена. Во всяком случае, будем надеяться. А сейчас я типа как платьишко вам покажу, ладно? Или как застёгнутый кардиган. Просто я предупреждаю, что у меня будет в роли застёжки выступать маркеры. Это раз. И будет застёгнутый. Сегодня мы посмотрим на платье кардиган, как на платье. Рукава у меня тоже наплывает. Я сфотографирую. Если прям не есть ли, а я буду сейчас сфотографироваться. Отодвину ёлку, буду сфотографироваться. И там я покажу запас. Вот какой запас у меня есть на рукаве. То есть и рукава могут подсыхать сколько ему угодно. И сама длина может усыхать сколько угодно. Тем более рукава я буду вот так вот. На фотографии, надеюсь, не буду. Не знаю, может и буду. В общем, вещью я довольна. Самое главное – представлять себя. Я ведь, знаете, такая… Всё равно годы работы в пединституции, их никуда не денешь. Выступления перед родителями, перед студентами. Заседания в экзаменационных комиссиях. В различных других. Делать из меня такое мадам-мадамиство. И вот этот образ, он мне нравится. И я как-то ориентировалась, чтобы этот образ тоже можно было сохранять. Поэтому что-то такое подобное, да, я сейчас примерю с разными шарфиками, с разными, может быть, ну, несколько образов я вам сейчас покажу. Чтобы вы почувствовали, что вещь, она моя. Во всяком случае, я не знаю, почувствовать, мне она нравится. Получилось, я переживала, какую длину, сколько. Я потому что очень люблю длинный, вот коленочек заканчивается, там ладошка и всё. У меня получилось подлиннее. Но, говорю, я очень-очень спокойно. Захочет усохнуть, пусть усыхает, не захочет. И так прекрасно я себе другое свяжу, где длина поменьше. Тем более у меня с поменьшей длиной есть и с побольше длиной есть. Итак, по вашей просьбе, фотографию я очень надеюсь, что вам показала, покажу, куда я денусь. Вот, и тем самым, как бы, продлю визуальную тему нашего сегодняшнего ролика. Потому что больше продвижения у меня действительно нет. Вещью очень довольна. И сегодня вот так всё белым-бело, как бы мне хотелось. Но пурга и снег прямо в лицо, там я... Технику я ещё боюсь загубить. Если телефон нам попадёт, что ты как-то обо всём думаешь. Ну, девчонки, шапаристый вид, не такой мадамистый, как я, скорее всего, вам покажу на фотографиях. А такой шапаристый тоже всё будет. То есть, это вещь, которая позволяет разные образы создавать. Мне это очень-очень нравится. Так, нараспашку, какая-нибудь там джинсерванина, футболочка, всё хорошо. Так что, запомним кардиган такой, потом посмотрим его другим. Потом, в общем-то, потому что я собираюсь носить его много-много лет. Мы переходим к вашим вопросам, точнее, к одному вопросу. И он, честно говоря, ну, не совсем праздничный, что ли. Хотела я его обойти, честно хотела. Но вопросом стараюсь отвечать на все. Давайте затронем эту тему. В общем, кому повязать только. Наверное, на этом огромное спасибо вам. Кому ещё и поговорить, я пошла за телефон. Вот с таким непростым комментарием ко мне обратилась Ирина. Татьяна, здравствуйте. Как вы справляетесь с трудностями, с проблемами? У вас всегда хорошее настроение. Вы весёлая. Ведёте канал. Хотя вам нелегко. Мама болеет. Смотрите ли вы телевизор, какие программы вам нравятся, или фильмы, как поднимаете себе настроение, когда болеет родной человек. Я так не могу. Вязать не могу, смеяться не могу. Очень болеет мама. И я очень переживаю. Вы молодец. Но у меня не получается. Спасибо. Ирина, это наисложнейший вопрос, который я, наверное, в силу какого-то характера, наверное, обошла бы. У меня столько человек пишет слова благодарности за то, что я, пусть частично, но рассказываю это. Как вы справляетесь с трудностями, с проблемами? У вас всегда хорошее настроение. Вы весёлая. Ведёте канал. Ой, давайте по частям. Я даже не знаю, как сказать. Да, я веду канал, потому что это на данный момент у меня единственный источник дохода. Сидеть на маминой пенсии, на чьей-то шее, я не привыкла. И есть ещё путь. Сесть, поплакаться. Ведь у нас очень много сердобольных людей. И, к сожалению, блогеры, очень многие блогеры этим пользуются. И рассказать о своей проблеме, а проблем в каждой избушке свои погремушки масса. И я уверена, что с миру по нитке мне бы набросали. Да, сижу с мамой больной, не могу работать, никуда не выйду. Мне, пожалуйста, подайте. Кардсбербанковое описание. Это не мой путь. Пока глазки видят, пока ножки ходят, пока ручки работают, я буду работать. И YouTube-то как-то по-другому. Вывязал, продавал, на продажу ещё что-то. Нужно делать. А вы не то, что там ведёте канал, как ведёте канал, да? А вот весёлый ведёте канал. У вас всегда хорошее настроение. У меня не всегда хорошее настроение. Я просто с плохим настроением не выхожу. Не выхожу. Плохое настроение у меня не просто бывает. Оно у меня сейчас идёт фоном. И, наверное, хорошее настроение – это очень часто даже маска. Маска, которую я напяливаю, чтобы сесть и снять ролик. Чтобы пойти к маме, улыбнуться ей пошире. Потому что хоть вот такая, хоть вот такая, я всё равно пойду к маме. Польза от меня, наверное, больше будет от весёлой. Я, во всяком случае, так думаю. Я к этому стремлюсь. Ну, а какое плохое настроение у меня бывает, знает только подушка подружка. Ну и близкий человек, конечно, тоже. Так. Детки знают. И они очень помогают. Не всегда хорошее настроение. Как я справляюсь с трудностями? Как я справляюсь с трудностями? Как все, наверное. Ну, трудность, которая вот сейчас у нас в семье, её надо раз и навсегда осознать. Понимаете? Очень часто вот потерю, вот папу мы в январе потеряли. Мама сейчас болеет необратимо, неизлечимо. Ещё очень много ситуаций. Если просыпаться каждое утро с этой мыслью, это неправильно. Это терзать себя на мелкие кусочки. Надо это принять. И утром, просыпаясь, не говори себе, как, я не верю, папы больше нет? Да не может быть у меня папа нет. Я знаю. Да, папа ушёл в мир иной. Так же и мама. Это сложно, но надо принять другого выхода, чтобы остаться. Ну, на плаву, наверное. Его нет лично для меня. Дальше вы спрашиваете, смотрите ли вы телевизор. Какие программы вам нравятся, фильмы, поднимают настроение? Это я смотрю ли? Если вы про меня, то нет. Мне достаточно... Я даже ролики девчат не все смотрю на YouTube. Раньше мне как-то было просто делом чести пересмотреть, написать комментарии. Сейчас я это не успеваю. Поэтому кого успеваю, смотрю. Кого не успеваю, не смотрю. С телевизора, к сожалению, сейчас лично для меня ничего такого информативного. Я изредка смотрю интеллектуальные игры. Мне это очень нравится. Я люблю под них вязать. Что, где, когда. Вот это вот своя игра. Вот это меня как-то отвлекает. И там нет этой политики. Там нет этого всего, что унесется с новостных лент. От этого мне нужно... У меня дома вот этой боли, вот этой тяжести хватает. Поэтому вот это все я не смотрю сейчас. Ни статистику, ни призывы к чему-то как-то. Поэтому я не смотрю. Если вы имели в виду с мамой, как мы с мамой поднимаем настроение. Вы знаете, если мама раньше еще как-то и концерты любила, даже называла, мне тот баск, этот киркор, то сейчас она уже узнает все меньше и меньше людей. И, пожалуй, пока что эмоционально откликается, это «Играя гармонь». Вот «Играя гармонь» по воскресеньям мы с удовольствием смотрим. Фильмы старинные под настроение. Если она понимает, о чем речь и так далее, она ведь еще плохо слышит. И смотреть телевизор надо, знаете, на какой громкости. Мне кажется, все соседи видят, что мы слышат, вернее, что мы смотрим. Это тоже очень все отяжеляет. Я потом, говорю, прихожу, это настроение, да, как вы там себе понимаете настроение. Для меня даже посидеть в тишине, вот в пустой тишине час, для меня это уже отдохнуть. Понимаете, мы у нас же все разные, болячки разные и состояния разные. Поэтому мамы все меньше и меньше смотрят телевизоры. Она видит в телевизоре угрозу. У нее угроза везде. Телевизор работает, значит, сейчас что-то произойдет. Холодильник надо тоже выключить. Газ надо тоже выключить. Я еще должна умудриться с перекрытым газом что-то приготовить. Очень сложная сейчас ситуация, очень. Если я начну здесь плакать, ведь люди идут, вот мои зрители идут за позитивом. А я могу сесть и рассказать такое, все крыльцы подкрываются. А на вопрос, зачем? Если нужно прочитать о болезни, я имею в виду деменцию прогрессирующую, с научной точки зрения, сейчас можно открыть и любые научные статьи прочитать. И без меня все это есть. Обозначила факт, как факт, что мама болеет, да? Просто, может быть, объяснить свою пропажу, что не каждый день выхожу в эфир, там, еще что-то. И, ну, многие, кстати, пишут слова благодарности. А вот рассказывать об этой болезни я не буду. Я не буду, ну, в семье, я вообще свою личную жизнь не рассказываю, эти вещи не рассказываю. Потому что, ну, есть в семье, что должно оставаться. Должно. Это очень сложно. Я говорю, я не расскажу, я на жалость могу надавить. Оно зачем нужно? Люди идут ко мне за позитивом. И я хочу этот позитив дарить. Когда мне пишут, они дарят позитив, думаю, господи, я так удивляюсь, я его беру, я не знаю. Но пока удается. И я заряжаюсь этим позитивом. Снимаю ролик, монтирую ролик. Я, а, отвлекаюсь от этого. Мне, может быть, да, выходной заняться там убрать, тут почистить, там помыть. А я на все забиваю, потому что работать надо. Я еще раз говорю, я на пенсии сидеть не буду. Не буду, пока работают руки, пока видят глаза, пока ходят ноги. И я, б, отвлекаюсь. Отвлекаюсь. И заряженная вот чем-то таким положительным, удовлетворением от проделанной работы, от комментариев от ваших, от связанной вещи, да, от того, что я навязала, завтра есть что показать. Я вот заряженная позитивом иду к маме. Я, конечно, могу выбрать путь, прийти свой единственный там выходной, посидеть, пострадать, поплакать, еще там что-то могу. И такая я пойду к маме. Что я ей дам. Что ей дам, я не знаю. Поэтому я благодарю Бога за то, что мы с Сергеем вдвоем одно и вообще невыносимо. Наверное, там, может быть, к помощнице прибегать нужно было или еще что-то. И у нас есть день прям, когда напрягается все. И физически, и эмоционально очень выматываешься. И день, когда, ну, вот и он работает, и я работаю. Мы вот так вот стараемся. Поэтому я вас понимаю, я понимаю, я так не могу, поговорите вы. Ну да, у каждого свои возможности. У меня просто, Ирина, совершенно не в укор ничего. А вы сколько раз пробовали? Я тоже могла сказать, я не могу. А вы сколько раз пробовали подойти к зеркалу и улыбнуться? Попробуйте еще раз. Попробуйте. Сегодня не можете, завтра не можете. Вы знаете, есть вещи, которые, окроме вас, никто вам дать не может. Не сможет. Улыбнуться, да, за вас. Кто сможет? Только вы сами. Поэтому улыбочку и вперед. Пробуйте. Сегодня не можете, завтра не можете. Пробуйте. Я не спрашиваю, какая болезнь. Болезни действительно все разные. Но я никогда не делю болезни на полегче, потяжекнее. Хотя есть, которые вылечусь, которые нет. Мне было сложно принять. Сложно принять, что у меня нет мам, которым поговорить, посоветоваться. В общем, я повторяюсь. Но если бы я каждый день была в каком-то ужасе, что мама назвала меня другим именем. Я ведь и Галочка, и Шурочка, и Машенька. У него как-то из прошлой жизни все это вот. Я бы сошла с ума. Я поняла, что меня это просто делит на атомы. Я даже сутки продержаться не могу. А когда я стала к этому относиться, ну, не спокойно. Не то, что, ну, я знаю, да, маму называть меня другим именем. Я знаю, да, и Сергея нам за это как угодно. Когда я к этому как к должному стала относиться, мне стало легче эти сутки пробыть вместе с мамой. И я лучше ей помогаю чисто эмоционально выполнять и кормить. Медицинская процедура – это все проходит гораздо, ну, легче. Если так можно сказать, легче. То, что вы переживаете, это очень здорово. Куда бы хуже было, если бы вы не переживали. Фиговые мы дочери были бы, если бы мы не переживали. И грош нам цена. Поэтому то, что вы переживаете, это, ну, норма, что ли, если это применимо в данном случае. Но у меня не получается. А вы пробуйте, Ирин. Вы пробуйте. Через принятие. Примите, пожалуйста, эту ситуацию. Сложную, я ничего не говорю. Но меня, что мама, что папа... Теперь вы понимаете, почему я не хочу такие темы? Потому что железная леди совсем не железная. Значит, что мама, что папа, они меня учили. Папа, когда был жив, мама, когда была в сознании, принимать подобные ситуации очень достойно. Папка мне сейчас топудово сказал. Дочь выше нос. Прощь слезы. И это не то, что радоваться его смерти. Нет. Это, скорее всего, философская мудрость. Склонить голову пред тем, что не в силах изменить. Не тратить свои ресурсы, потому что они еще нужны. Я хочу внуков понянщить. Я хочу стать примером для своего сына. И поэтому там, где мы действительно бессильны, остается только принять. Говорят, старость показывает, каких мы детей вырастили. Вы знаете, наверное, закруглюсь. Не могу больше. Давайте пожелаем абсолютно всем крепкого здоровья. Старость без болячек редко бывает. И судьба у всех разная. Вы не представляете, я все сейчас к Ирине обращаюсь, сколько человек сейчас привязаны к людям, коим нужна забота, которые без заботы не смогут. К сожалению, это не только пожилые люди, сколько детишек. Или рождаются, или приобретают потом болячки в результате разных причин и прикованных болезней. Кто-то с ясной головой, но физически немощен. Кто-то немощен физически. И вот мама сейчас большой-большой ребенок. Поэтому переживайте. Это правильно. Я повторяюсь, хуже было бы, если вам было все равно. Не можете то, не можете все. Пробуйте. Вы все можете. Вы даже не представляете, сколько всего вы можете. Кому-то помогает просто прочтение историй. Если зайти в интернет, кто как справился с той или иной ситуацией. Я, наоборот, от этих историй бегу. Мне не надо. Вот у меня нет. У меня уход в работу. Тем более, я сейчас работе посвятить не могу. Столько времени, сколько я бы могла, если бы была свободна. Поэтому я с жадностью в работу погружаюсь. Какое-то время после ухода папы я тоже вязать не могла. А потом навязала кучу всего и раздала. И так я потихоньку... Я помню, начинала даже солнечный джемпер и не вяжется, и все. А после того, как я навязала кучу, это же был январь, мелочевки и раздала вообще где только можно. Иду там ногти делать. Говорю с Наташки, раздай кучу варежек. Просто вот раздай. Те же народу много. Могу любой пансионат, любой вообще дом, где старики раздать. Поэтому то, что тяжело, это тяжело. Мы люди, мы не роботы. Не просыпайтесь каждый раз с этой мыслью. Не терзайте себя каждый день этим. Это уже данность. Ее надо принять. Я совершенно не готова. И не была не готова. И сейчас не готова. К этому нельзя приготовиться. Ты просто в этом живешь и очень-очень стараешься не сойти с ума. И вот отдушиной моей является Ютуб в том числе. Поэтому я тут советов давать не могу. Найдите ресурс. Надо цепляться за жизненный ресурс. Ресурсом может быть все что угодно. У меня вот это хобби, вязание и еще что-то. У меня, конечно, ресурс сын, ради которого живу. И хочется... Понятно, что надорванная уже нервная система и все. Но все-таки я хочу улыбаться внукам. Именно улыбаться. И сохраниться бабушкой. Это очень здоровый, жизнерадостный. То, что идет своим чередом, и то, что неизбежно, да, я к этому не готова. Но, опять же, если я это не приму, будет хуже только мне. Только мне. Больше не ко мне. Это жизнь. Это жизнь. И вам сейчас скажут миллионы людей, которые находятся в этой же ситуации. Те счастливые люди, которые имеют возможность обнять родителей здоровых, пусть не совсем здоровых физически, но здоровых головушками. Цените эти моменты. Пожалуйста, цените. Это такое счастье. Это такое счастье. Держимся, Ирина. Держимся. Как вы справляетесь? Тяжело, с трудом. Ну, просто, если не я, то кто? И вы спрашиваете, если не вы, то кто? Вот ответ на вопрос, как справляемся. Больше ответов нет. Больше ответов нет. Когда ушла бабушка, мама для меня прям, я была девчонкой, с тех пор у меня страх-то появился о потере. Но она стала для меня просто образцом поведения, как это всё надо принять. Сейчас, наверное, настала моя очередь, сыну стать образцом поведения. Не знаю, какой же образец из меня, но я говорю, нужно там, где ты ничего изменить не можешь, принять и максимально-максимально верно, что ли, верно, тоже неправильное слово, в сложившие обстоятельства, да, накормить, помыть, бельё постирать, ну, вот, я не знаю, улыбнуться лишний раз. Вот это всё в том числе, да и, наверное, первостепенно движет мной, чтобы прийти с улыбочками, сказать «Здравствуй, мамочка!» Когда-то понимает, что Таня пришла, когда-то не понимает. Но, тем не менее, я не позволяю себе прийти унылой. Я стараюсь прийти с улыбкой. Ирина, я, наверное, не знаю, даже ответила на ваш вопрос, не ответила. Хочу пожелать всем жизненной энергии, хороших новостей. Но я имею в виду тем, кто сидит, вынужден ухаживать за больными людьми. А всем, 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 абсолютно всем крепкого здоровья, предпраздничного настроения. Вот оно такое получилось? Ну, вопрос. Может быть, нужно было мне сегодня об этом поговорить. Я не знаю, но получилось так, как получилось. Мы обязательно закончим на прекрасной волне. Мы пойдем вязать, мы пойдем пришивать пуговицы, мы пойдем перебирать шарфики, зажигать гирлянды. Я забыла зажечь гирлянды. Ну, ладно, не последний раз. В общем, будем радоваться жизни, несмотря ни на что. Потому что другой у нас нет. Спасибо за внимание, мой добрый зритель. И до новых встреч. Они обязательно будут. Я проревелась и решила перезаписать конечек в свойственной мне манере. Я это или не я? Я сильная, я все смогу. Вот вам еще один ответ на ваш вопрос. Итак, спасибо за внимание, мой добрый зритель. И до новых встреч. Они обязательно будут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok